Когда мы говорим об энергетике человека, когда мы говорим о процессах, связанных с энергоинформационными обменами, мы имеем дело не с какими-то абстрактными вещами, мы имеем дело с конкретными полями, которые до сегодняшний день не способны быть зарегистрированы современными технологиями. Природа создала нас, во-первых, с комплексом способностей к этому энергообмену и одновременно с элементами защиты. Вот, если бы у нас не было вот этих устроенных механизмов защиты от этих предметов, мы бы давно уже всех с вами умерли. Вы должны своими ощущениями занырнуть вот в эти вот места, в кончик пальцев ног. Не головой попытаться, как бы из головы посмотреть на пальцы и там себя ощутить. Вы как, знаете, как такая жидкость стекли в пальчики, на фоне всего остального организма кончик пальцев выделились. Первое ощущение, если вы это почувствовали, ну, это не означает, что все-таки я знаю, что такое глядя. Это прям, знаете, вот чуть-чуть вот прикоснулось. Теперь смотрите, да, вот вы начинаете, вот у вас польки так стоят, да, вы немножко кисти на себя как бы закрутите, как бы приоткрываете ладони. И у вас возникает такое, наверняка, многим знакомое ощущение между руками. Утоплости, плотности, чего-то такого. Мы учимся разделять свое сознание на наши внутренние процессы, внешние процессы. Ну и вот в течение такого периода практик, да, скажем, человек обращает внимание, что, да, через месяц он начинает отслеживать постоянно свои внутренние процессы, будучи там в транспорте, будучи там на практике, будучи на лекции, так далее, и так далее. И в этом случае вы не влипаете в эти состояния, и эти состояния не влипают в ладони. Из центра ладони. Из центра ладони. И это, как бы, в большей степени, как бы, каналы рук начинают активизироваться. А когда мы пальчики немножко направляем, у нас меридианы включаются. Вот, у нас природой заложен вот этот обменный процесс. Я эти обменные процессы могу направлять, да, в определенные тренировки, вот эту вот потоковость я, скажем так, могу направить на какого-то человека с целью, либо, скажем так, вот его хочет, либо разрушающей целью. Соответственно, условно говоря, что такое проклятие. В нашем понимании проклятие, как раз, бессознательный потоковый процесс от одного человека, к другому человеку, направленный на деструктивную какую-то вещь. Теперь вдох, выдох и не выше. Дело в том, что повышение энергетичности, да, вот как вот о чем мы говорили, оно повышает в определенной степени интуицию, мы заметили. Скажем так, умение оказаться в нужном месте в нужное время. Вот это, да, оно действительно существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok